Ох, и хорошо здесь, в Подмосковье. Какими еще калачами вас сюда заманивать? А может быть, и правда калачами? Здравствуйте! Здравствуйте! А правда, что здесь делаете вы самые настоящие русские калачи? Да! А-а-а! Настоящее калачное тесто готовится из муки крупного помола, воды, соли и закваски. Ведь дрожжей в старину не было. Закваску обычно делали из хмеля. Но это еще не все секреты удивительного теста. Ну, мы сейчас все привыкли, что если тесто получилось жидким, то надо... Делать блины. Муку у нас стал добавить, чтобы на муке вымесить тесто. Но так работать с калачным тестом нельзя, потому что калашное тесто содержит в себе очень много скважин. А-а-а! Вот эти маленькие дырочки. Мука их забьет. И калач тогда будет у нас не пышный, а плоский. Вот для того, чтобы калач получился пышный, это жидкое тесто вместится прямо на чистом столе. Но нам потребуется времени в 8 раз дольше, чем тесто на муке, если уплотнить. И сейчас мы говорим, там, помешивать, там, замешивать, обминать тесто. А все это раньше называлось так – тереть тесто о столе. Ну, а так как делается оно действительно намного дольше, чем тесто на муке, то и людей, которые на своем веку больше других повидали, испытали, кого в жизни хорошенько побило, потерло, помяло, стали называть тертыми калачами. Уж так повелось, что всегда на Руси калашниками были только мужчины. А-а-а! Почему? То есть вы 9 пудов мешок с мукой весил стандартный в 19 веке, 144 килограмма. Хотя бы начнем с этого. Давайте все-таки вы у нас станете первой калашницей. Первое, что надо сделать из этого кусочка – шарик. Кладите шарик. У меня так себе шарик получился. Замечательный шарик. Да? Ну, уж точно, ни кубик, ни пирамид. Так, вы у нас правша или левша? Правша. То есть правой рукой начинаем раскатывать из шарика колбаску. Надо сильно придавить серединку. А теперь самые сложные части. Надо руки правильно сложить, чтобы слепить калач. Давайте повторяем вот так вот. Ну, практически, кстати, очень близко. Сначала так. Теперь поднимаем пальчики. Большие отводим в стороны. И делаем вот такое движение. А теперь пальчики большие скрестили. Ладошки выпрямляем. Начинаем катать и давить. Замечательно. Стоп, стоп. А теперь берем кончики жгутиков. Наложили друг на друга. Крепко слепили. Ну и у нас калачик практически готов. А точнее, готовы две его части. Потому что калач состоит из трех частей. Ага. Животка. Эта часть называется ручка. Ага. Вот, которую мы как раз сделали. Ведь в старину уже большую часть времени, даже у богатых людей, ну, руки были грязными. Водопроводов не было. Помыть руки было негде, по большому счету. Поэтому днем, когда человек решал перекусить, он шел на рынок, калач покупал, брал грязной рукой за ручку, съедал всю мягкую часть. Ручку, конечно, какому-нибудь животному можно было отдать. Ага. Грязную. Но чаще ее просил нищий. И вот когда человек подбирал и ел грязные ручки, про него говорили, он дошел... До ручки. Совершенно верно. То есть идет это выражение от этой ручки калача, и первоначальное его значение – обнищать. О-о-о. Итак, но есть еще и третья часть калача. Интересно. Вот такой надрез в виде улыбочки. Называется он губа. Губа. Для чего же нужна губа? Губа не дура. А для того, чтобы все калачки у нас друг на друга были похожими, мы должны заставить пар в одном месте у всех калачей выйти. Для этого берется нож. И после этого на животке каждого калачика делается вот такой вот... Каким вы резким движением это делаете. Отрезается губа, чтобы пар в этом месте и вышел. Для того, чтобы губы не заветривались, эти губы надо еще... Раскрыть. Нет. А что сделать? А что еще с губой делают? Раскатать. Браво. Раскатать, конечно же. Итак, берем по щепотечке муки. Губу-то раскатали. Берем по щепотечке муки. Берем по щепотечке муки. Сыпем внутрь губы. Чтобы губ не раскатывали. Теперь вот так вот муку разравниваем. А потом вот так берем двумя руками губу. Ага. Верхнюю. И закатываем. Ну что вы готовы? Готово. Так, берем противень. Беру муку. По стороне я вам помогу. И ставим в печь. Ой. Понятно, почему это не женское дело. Ох. Ммм. Такой свежий хлебушек. Не знаю, стоило ли так заморачиваться. Но вкусно. Хе-хе-хе-хе.